Привет друзья! Рад видеть вас на своем канале в 2023 году. Как видите в 2023 году было всего два видео, которые я сделал за год, но не было возможности в тяжелые времена. Надеюсь, что я смогу догнать то, что пропущенное. И сейчас будет большой кусок работы, сделанной моими заказчиками за 2021-2022 год. Особенно меня порадовали заказчики, которые делали свои работы после 24 февраля. Когда пришли первые заказы из Ахтырки, освобожденные из Харькова, я был просто поражен. Я понял, что ничего Русня с нами не сделает. Так что поддерживая мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, будьте активными. Если что-то понравилось, не понравилось. Вы знаете, что мой канал работает как конструкторское ателье, поэтому если у вас есть какие-то предложения, вопросы, пишите мне. Я всегда буду рад помочь вам. Отдельное спасибо мастерам, которые работают совместно со мной. И прошу в описании под видео будут их контакты. Если вы живете в том месте, в том городе, в котором находится этот мастер, можете связаться с ними. Они помогут вам сделать то, что вы хотите создать. Таким образом вы сможете поддержать мастеров в это время и заодно мой канал. Еще одно предложение. Поскольку мы теперь все стали волонтерами всей страной, я предлагаю на своем канале рассмотреть мерч от моего канала. Вот такой подстаканник с надписями Слава Украине, Героям Слава. Можно заказать такой. И еще вот такая штука, коллаж, который висит у меня на стене. Это делал для своих друзей на Рождество из Америки. Узнаете, я думаю, мои ворота. Если вам понравился такой сувенир от моего канала, прошу, обращайтесь, пишите. Деньги, которые будут выручены от продажи этих сувениров пойдут на нашу армию, на ЗСУ. Ну что ж, предлагаю переходить к пересмотру клиентских работ. Стартуем. У нас проем большой, 7 метров. Но створка всего 3,5 метра. То есть половина нашего проема. А сейчас покажу, каким образом открываются эти ворота. То есть для того, чтобы смонтировать эти ворота, вам не нужно много места. Я уверен, что это видео заслуживает на ваш лайк. 7 метров это на одну сторону, а если бы на две стороны, это было бы 14 метров. Это гигантские ворота. Рекомендую мастер Виталий, город Каменец-Подольский. Смотрим далее. А это снова работа пана Виталия. Это опять работа мастера Виталия, город Каменец-Подольский. Ворота сделаны на механизме БФЖ Юни. Качественная очень работа. Но уже не первый раз сотрудничаем с этим мастером. Интересная фишка с калиткой управления дистанционно. Первый раз вижу. А теперь наглядный пример сотрудничества с мастерами. Пан Игорь Сушграда предложил сделать систему, которая позволяет открывать ворота наружу. Кстати, в этом подборке видео очень много таких примеров. Но с теми рычагами, которые есть сейчас, приходится ставить их снаружи. Так же и сами механизмы. Что не очень хорошо с точки зрения безопасности. А предложенная система индийская позволяет спрятать эти все механизмы внутри двора. И снаружи ничего не видно. Система очень компактная и интересная. Так что в новом 2023 году можно будет заказывать уже новую систему. Посмотрите, как она работает. Вот так это выглядит сзади, со двора. Открываем ворота. Угол здесь больше 90 градусов. Это хорошо для открытия наружу. Индусы ставят механизм внизу, но я бы не рекомендовал ставить вниз. Лучше ставить вверху, потому что лед и снег никто не отменял. С улицы это выглядит вот так. Внизу такая планочка, либо пластина, которая перекроет доступ к механизму. Закрываем. 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 Видите, вот такой вид снаружи, никаких рычагов, никаких механизмов. Механизмов ничего не видно, это очень хорошо. Открываем. Особенность только в том, что нужно перекрыть механизм вот этой планкой. Пластинами. Вот и все. А так, интересная система. Заказывайте. Будем запускать эту систему в работу. Огромные работы от мастера Андрея Шепетовка. Восьмиметровый проем рекомендую. Кстати, на такие широкие ворота приходится делать длиннее тяги. Специально для них были разработаны удлинители. И вот так они выглядят. А это мой земляк, мастер Владимир из Винницы, село Агрономичное. Пример ворот, который открывается наружу. Вот как раз. Использован механизм БФЖ Юни, его практически не видно на воротах. А это мастер Павел, город Киев. Ворота ажурные, сделаны только на одну сторону. Использован механизм БФЖ-3050. И, кстати, эти ворота, что интересно, они сделаны были из распашных, обычных переделанных. Но заказчик захотел, чтобы были ворота гармошка. Потому что они занимают меньше места во дворе. И что успешно было сделано. Рекомендую мастер Павел, город Киев. Мастер Роман, город Ужгород. Ворота во двор, механизм БФЖ-3050. Кстати, теперь я изготавливаю механизмы не только в белом цинке, но и в желтом цинке. Бывает, что на коричневые или темные ворота они подходят раньше. Ну, помните, что в любом случае их можно покрасить. Это гальванический цинк. А это мастер Сергей. Израиль, город Тира. Вообще у меня изменилась география заказов. Теперь много заказов с Европы, с Израиля, со Штатов, с Литвы, Эстонии, Сербии. Так что, выходим на новый уровень. Вот, 8-метровые ворота с приводом кеймовским и рычагом для гармошки. Вот как это все работает. Пример просто гигантских ворот, да еще и с жалюзями, они тяжелые. И вот сюда как раз подошел и механизм 50-80 и с удлинителями. Отличная работа, Владом. Спасибо за видео. Короче, все то же самое, только вид снаружи. Вот, нажимаем пултик, пултик, где он, вот он. И ворота закрываются. Сначала одна створка. И вот пошла вторая. Вот и все. Если что, пишите, заказывайте. Пока, пока. Это чудовый приклад. А это прекрасный пример ворот от пана Игоря. Город Иршава, Закарпатья. Очень красивые ворота. Рекомендую. Рекомендую этого мастера. Я не первый раз с ним уже работаю. Однозначно лайк. Сейчас будет пример от моих хороших друзей Сергея Игоря, город Линница. Очень рад. Работа ворот гармошка с приводами Ротели МТ-400. Поехали. В принципе... Все, доехало. И теперь назад. Все, доехало. И теперь назад. Включаем. Так, это вот такие ворота еще одни. С универсальными приводами. То есть универсальные рычаги, а привода Эдингер. О, четко. Ворота закрываются. Пример ворот. От пани Анны из Черкасс. Очень качественно выполнена работа. Рекомендую. Механизм сделали вверху. А это ворота от компании Интигейт. Мастера Сергей, Владимир, Александр, город Киев. Очень рекомендую. С этими ребятами я работаю уже давно. Это тоже их работа. Работы делают на очень высоком уровне. Рекомендую. И еще обращаюсь к мастерам. Не жалейте видео. Присылайте свои работы. А это бомбезная работа от мастера Ивана, город Киев. В таком, знаете, среднеземноморском стиле. Ажурные. Использован механизм BFG Uni. И, опять же, открытие наружу. Если вы обратили внимание, посмотрите внимательно. Это вид со двора. И ворота открываются наружу. Очень интересное решение. Мне очень нравятся эти ворота. Рекомендую. Мастер Иван. Город Киев. А это ворота еще от одного мастера Владимира. Город Винница. И обратите внимание, тут именно желтый цинк. Это самые свежие ворота 23-го года. Очень рекомендую. А это очень интересные ворота от Пана Руслана, город Римма. Ворота сделаны комбинированные. Одна часть складная, а вторая обычная распашонка. Открывается наружу. Использован универсальный механизм. И, что интересно, эти ворота сделаны абсолютно автономными. Что немаловажно, как оказалось в наше время. У них есть свой блок питания. Пан Руслан сделает их самостоятельно. И работает от аккумуляторов. Это, безусловно, лайк. Спасибо за предоставленное видео. Так, итого, что у нас получилось. 8 метров пролет. 5 метров откатные ворота. И 3 метра ворот за книжкой. Неожиданная комбинация двух систем ворот от заказчика Сергея Черкассы. Супер. Стреляем откатные. И зашло на открытие книжка. Прекрасные ворота от пана Славика. Муцк. Жалюзи. Таких уже много примеров. Это такой тренд. Нарядные красивые ворота из Казахстана. Серик, Казахстан. Опять же напоминаю своим заказчикам. Присылайте свои работы. Если нужно заблюрить номера, не указывать вас имена, без проблем. Но всегда приятно показать людям, как это все работает. Вот, пожалуйста, Казахстан. Много заказчиков из Казахстана, кстати. Вот такие вот петли. То есть этот металл еще будет сниматься и красится порошковой краской. Будет выглядеть вот так. Как вот этот столб. Еще хотел бы обратить внимание на петли. Вот видите, какой зазор между. За счет того, что ось от этого дальше идет. Добрый день. Добрый день. Ворота гармошка. Механизм университета. Механизм универсальный. Механизм установлен внизу. Ворота сделаны с профиля 5х5. За счеты профилем с двух сторон. Ширина ворот 5.60. Высота метр семьдесят. Все работает. Все прекрасно. Автоматика BFT. Внизу поставил упоры для надежности. Хотя можно было и не ставить. Для этой автоматики оно работает или так. Режим калитки. Режим калитки. Такого режима еще никто не использовал. Я вижу впервые. Безусловный лайк. Отличное качество от пана Ярослава. Я поражен. Упоры поставлены на две части ворот. Автоматика BFT. Это интересный пример ворот. Когда створки разной длины. 6.30 проем. Это 2.20 большая створка и около метра короткая. Это решение позволяет сэкономить пространство внутри двора. Потому что при открытии двор будет всего лишь метр. А наружу тоже чуть больше метра или меньше с учетом столбика. Интересное решение с размещением мотора и механизма BFG 5080 на одном уровне. Тут видно, что соотношение на сколько ворот заходит вовнутрь и наружу примерно одинаковое. Это пример, кстати, ворот, когда люди сначала самостоятельно решили изготовить механизмы вложения. Но у них ничего не получилось. И они нашли меня в интернет. Так что обратились ко мне. Все работает. Обращайтесь, заходите на мой канал. Там есть обзоры механизмов, которые есть у меня на сегодняшний день. Заказывайте. Буду рад вам помочь. Всем удачи. Пока. Пока.